Зима, господа! Яркие шари, румяные щёки, звон бубенцов, ини на деревьях. Это я вам рассказываю ту сказку, которую нам подарил Борис Михайлович Кустодиев. Другого русского художника нет, который так бы мог описать русскую зиму. И он писал русскую зиму подряд 1919, 1920, 1921 год, 1916 год. И мы сейчас с вами обратимся к одной из его самых ярких картин. Это «Масленица», 1916 год. Обратите внимание на формат этой картины. Мы видим вот эту большую дугу, по которой мчатся тройки. Эти кучера друг с другом соревнуются. Кто быстрее, кто лучше? Узлом композиции является вот эта тройка. Она и цветом выделена у Кустодиева. Посмотрите, синий армяк кучера, красная даха, и вот эта спинка саней, которая обита ярким ковром. Мы видим, что картина разбита на несколько узлов. Кроме вот этого центра, обратите внимание вот на этот эпизод. Мы видим, что на дереве поваленном сидит гармонист и сидят барышни, которые с удовольствием слушают его песню. В этой стороне картины мы видим мальчишек, которые катаются на санках и играют в снежки. А теперь, так же, как у Брейгеля в Охотниках, вот они, эти следы. Давайте посмотрим вниз. Мы видим провинциальный городок. Карусель. Вокруг неё толпится народ. Балаганы, вокруг которых тоже народ. А вот это торговые ряды. Это любимый мотив Бориса Кустодиева. И, конечно же, вот эти шпили многочисленных церквей. И такое ощущение, что всё движение крутится, как карусель вокруг вот этой розовой колокольни. Действительно, Кустодиев, он так же, как Брейгель, даёт нам ощущение не единой точки схода, а мы видим несколько вот этих линий, которые нас ведут к этой колокольне. И как будто бы весь мир кружится вокруг этой колокольни. Смотрите, какое небо. Небо закатное, лимонно-жёлтое, зелёное, розовое, фиолетовое. И вот этими толпами людей вспугнуты галки, которые придают этой картине яркое, сочное звучание. Посмотрите, какие берёзы. Они похожи на фонтаны из Инея. И мы понимаем всю красоту русской зимы. Написана эта картина в 1916 году. И мы видим, что это яркий гимн русской зиме, русскому веселью. И мы можем даже оркестровку этой картины услышать. И звон бубенцов, и звучание гармоники, и пение весёлых девиц и парней. И, конечно же, слышим музыку вот этих шарманщиков, балаганов. Мы видим вот эти яркие шары, которые раскачиваются на морозном воздухе. И вот это великолепный гимн русской зиме.